Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и сегодня мы с вами рассмотрим тему Нужно ли делать нулевое ТО на легковом автомобиле повышенной проходимости Kia Sportage 4 поколения, которым непосредственно мы и являемся обладателем Когда мы стали обладателями нового Kia Sportage, то в начале нашей радости нет предела Однако не стоит забывать о плановом ТО для беспроблемной эксплуатации и сохранения гарантии автомобиля Как правило после покупки автомобиля в салоне менеджер нам предлагает, как и в принципе сделал нам Приехать через некоторое время непосредственно после 2-3 тысяч километров пробега на, скажем так, неплановое нулевое ТО То есть после обкатки непосредственно основных узлов и агрегатов автомобиля Отметим, что не все дилеры навстаивают на данной процедуре Наш же дилер Kia, когда мы покупали автомобиль в 2017 году в Минске Настоял на данном вопросе и даже вбил нам непосредственно напоминание, скажем так, на бортовой компьютер Для того, чтобы мы не забыли, что после 3 тысяч километров необходимо приехать к нему на нулевое ТО Хотя нельзя сказать, что именно дилер является инициатором данного вопроса Часто это прихоть именно самого менеджера Заработать, скажем так, на нас определенное непосредственно возможно себе преференции или деньги И давайте сейчас с вами рассмотрим, стоит ли соглашаться на нулевое ТО Для этого мы рассмотрим теорию устройства автомобиля, а точнее двигателя Как говорится, самого главного узла любого транспортного средства Дело в том, что новый двигатель находится в режиме обкатки Первые, наверное, тысячу-две-три тысячи километров В этот период в нем образовывается большое количество мелких частиц Которые, ну, скажем так, явно не продлевают срок его эксплуатации Поэтому лучше менять масло при пробеге в 2,5-3 тысячи километров И непосредственно дальше спокойно спать Также существует непосредственно еще такое мнение на сегодняшний день Что все современные двигатели, которые производятся вот начиная с 2000-х годов Они разрабатываются по новым технологиям и способны спокойно проходить обкатку А то и даже не нуждаются в данном процессе То есть они спокойно приходят к первому плану УТО Которое, как правило, состоится на 15 тысячах или через год пробега автомобиля И спокойно себя непосредственно в этом плане чувствуют Ну, опять же, мнения бытуют разные И что касается непосредственно нашего вопроса, нашего автомобиля, нашего Kia Sportage То мы все-таки решили согласиться на внеплановое нулевое ТО Позвонили дилеру сегодня с утра Непосредственно забронировали время на 12 часов дня Сейчас мы как раз к нему уже, в принципе, подъехали Для того, чтобы пройти нулевое ТО Даже не для того, чтобы, скажем так, просто спать спокойно А чтобы непосредственно нам посмотрели, как затянуты основные узлы Как проходит период обкатки Продиагностировали элементы подвески, двигателя И прочие основные элементы и компоненты автомобиля В сервисной же книжке, которая непосредственно идет к автомобилю Kia Sportage В принципе, как и к любому другому современному автомобилю Нету рекомендации о прохождении нулевого ТО То есть сам производитель, он, в принципе, рассчитывает автомобиль И создает автомобиль так, что автомобиль спокойно При прохождении ТО1, ТО2, ТО3 и так далее Спокойно пройдет свой гарантийный срок в 5 лет Или 150 тысяч километров пробега Вот, поэтому, в принципе, как таковой С этим проблем нету Это прихоть либо дилера самого Либо уже самого автовладельца То есть решать каждому, субъективно, как говорится, ехать или не ехать Дело каждого Что касается того, что сегодня нам должны делать Как говорится, список работ на нулевом ТО По телефону мы постарались этот вопрос узнать Как таковой, оказывается, списка нулевого ТО не существует В принципе, никаких регламентных, опять же, работ на данном ТО не существует Вот, и согласно того, что нам удалось узнать По телефону у дилера Сегодня должна быть просто проведена протяжка всех узлов и агрегатов А также непосредственно проведен контроль жидкости И общая диагностика автомобиля Поэтому, в принципе, нулевое ТО Это просто замена масла с масляным фильтром Дело в том, что за период обкатки двигатель, ну, как бы по теории, опять же Возможно, может настругать определенные стружки в моторное масло Идет период притирания деталей, узлов И поэтому необходимо, самое главное, менять масло Ну, у нас, опять же, есть некоторые вопросы к дилеру По поводу непосредственно под маски передних дверей Что при открытии передних дверей немножко есть небольшое подскрипывание Возможно, это от перепада температур Возможно, это только минусовую температуру Которая сейчас устоялась у нас в Минске На уровне минус 10 градусов по Цельсию Поэтому есть некоторые нюансы Есть нюансы еще по регулировке задней фары Чтобы все-таки мы решились немножко снизить И уменьшить щель между фарой, которая расположена в багажной крышке И самом непосредственно кузове Вот, теперь вот вопрос у многих возникает Для чего все-таки нужно нулевое ТО? Если мы собираемся ездить на своем автомобиле К нашему примеру Kia Sport 4-го поколения Срок более 150 тысяч километров пробега То, ну, как указано в гарантии То желательно делать нулевое ТО То есть, если мы хотим автомобиль 3 года поездить И спихнуть, продать То, в принципе, нулевого ТО смысла в этом нет Нулевое ТО, на любом случае, конечно, играет и носит положительные моменты В любом случае, оно продлевает к какой-то степени Срок эксплуатации двигателя внутреннего сгорания Поэтому, да, действительно, возможно, его и стоит делать Но, опять же, вопрос в цене Теперь мы подошли плавно к вопросу цены Когда я звонил дилеру по телефону Я уточнил данный вопрос Сколько будет стоить нулевое ТО? Мне сказали, что, опять же, точную цену огласят Только после окончательной работы с автомобилем Предварительная сумма составляет В районе 100 долларов США в эквиваленте Или около 6000 российских рублей По курсу на сегодняшний день То есть, в этом районе примерно будет стоить нулевое ТО То есть, в принципе, в эту сумму входит, как правило Стоимость масла Стоимость масляного фильтра И непосредственно стоимость самой работы По замене данных элементов Поэтому хочется верить, что сумма не изменится в большую сторону Лучше, конечно, что в меньшую Вот мы, в принципе, подъехали к нашему дилеру Kia в Беларуси В городе Минске И сейчас мы пойдем к нашему, непосредственно, менеджеру по обслуживанию Который, непосредственно, ведет сервис Кому мы записывали Записывали все наш автомобиль И загоним наш автомобиль, непосредственно, уже на сервис Kia Далее, после самого сервиса Мы вам, непосредственно, будем рассказывать И расскажем, что в автомобиле делалось Что менялось, что подтягивалось И сколько в итоге нам это вышло по деньгам Итак, поехали Заезжаем к дилеру И заходим к нашему специалисту по сервису Итак, мы только что, в принципе, выехали от дилера Где, сделая непосредственно наше нулевое ТО Приехали мы к дилеру чуть раньше Нас сразу же, в принципе, приняли Сервис, как всегда, довольно неплохой Предложили чашку кофе Спасибо, действительно, дилеру Atlantem в Беларуси Очень приятно и хорошее обслуживание клиентам Значит, мы подошли к нашему специалисту по обслуживанию автомобиля Которому мы записывались На определенное именно время Которое забронировали по телефону Значит, автомобиль наш Сразу же, после того, как мы заполнили определенный бланк Ну, там буквально подписали И расшифровку по имени и отчеству Написали бланки и все Остальное все, в принципе, было уже заполнено Заранее специалистами непосредственно дилер-центра Значит, мы передали ключи от автомобиля Подогнали непосредственно к воротам Сервисного обслуживания дилера Специалист сел за руль автомобиля И непосредственно сразу повел автомобиль на стенд На подъемник Значит, я попросился сразу же Непосредственно у специалистов Можно ли пройти непосредственно в сам тех-центр Чтобы смотреть, что делают с автомобилем Получить определенные рекомендации от специалистов К сожалению, снимать и делать фотографии у дилера Как и любого другого, в принципе, у нас, по крайней мере, в Беларуси Нельзя, это запрещено Возможно, есть какие-то, я не знаю, секреты или что Чем не хотят делиться специалисты по обслуживанию Именно дилеров Вот Я, к сожалению, не смог включить Видео и фотокамеру Поэтому пришлось запоминать, что мне говорили непосредственно Я задавал вопросы непосредственно от себя И, значит, разговор был следующего характера Когда автомобиль подняли на подъемник Сразу же, то есть без вопросов Мне сказали, так как пробег на сегодняшний момент Составляет уже около 3700 км То масло мне это однозначно необходимо Для того, чтобы брать всю ненужную стружку Все компоненты, которые непосредственно За период обкатки А сели в моторном масле Значит, первым делом мне было предложено Оригинальное масло Мотуль Или Мотул, как кому удобнее Которое непосредственно наш дилер в Беларуси Скажем так Ну, не продвигает А именно который, скажем так Вот именно заливает в автомобиле Киа В Беларуси Я вот много слышал, что в интернете пишут Многие автовладельцы, присылают комментарии Тоже большое вам спасибо Что У кого как в Украине используют шелл Допустим, в России, как я услышал В основном в российских сборках Киа Спортич Используют даже Мобил 1 Вот, то есть у кого как Ну, вот у нас Мотуль Значит, сразу же на стенде Была снята защита двигателя Стальная Чтобы был непосредственно прямой подход К фильтру масляному Далее Подкрутили мне масляный фильтр Слили все старое масло Ну, как сказать, масло на вид Но масло было как новое То есть там сколько там Три с половиной, три шестьсот пробега Это практически ничего Вот Далее После того, как масло старое было слито Принесли специальную большую канистру Точнее, его подвезли там большая очень канистра Литров на пятьдесят Вот В этой канистре Было залито оригинальное масло Мотул Вот, кстати, до сих пор Я так не могу понять Где это масло производят Кто говорит, что в Германии Кто говорит, что во Франции То есть я до сих пор Вот я спросил у дилера Где же производится масло Мотул Которое вы мне заливаете Они говорят, что это масло поступает нам из Кёльна Из Германии В бочках В красных таких бочках Наподобие Шелла Значит, масло после замены фильтра Было залито Как стандартный процесс включения двигателя Проверка по щупу Доливка необходимого уровня То есть первое, что было заменено Это масло непосредственно И фильтр Масляный фильтр Далее После того, как заменили ребята масло Сразу же После того, как все это произвели Закрыли мне обратно Защиту двигателя Непосредственно поставили на место Машина была опущена Сразу же Далее Капот был поднят Ребята начали проверять Уровни жидкости Антифриза Тормозной жидкости Открыли все Расширительные бачки Начали непосредственно Смотреть По уровню Я сразу же отметил И показал Кольца пальцем Что Уровень антифриза Зеленого цвета Здесь Оригинально Опять же Компания IKEA Уже находится На Нижней планке То есть Мы все прекрасно знаем Что новые автомобили Которые продаются У дилера Уровень Жидкости Непосредственно Который заливается На заводе Он заливается Как правило По минимальной риске Вот Он был Также у меня По минимальному риску Он в принципе На таком уровне И же и остался Но рекомендуется На нулевом ТО Как я уже ранее Ознакомился с информацией В сети интернет Желательно его Подливать До Оптимального До скажем так До среднего уровня Между рисками Минимум И рисками Максимум Вот Поэтому Дилер Непосредственно Мне Долил Антифриз Далее Проверили Непосредственно Сам антифриз На осадок Чтобы не было никакого осадка В самом бачке Расширительном В сам Расширительный бачок Непосредственно Вставили Специальный Индикатор Наподобие Термометра Которым Измеряют Температуру У человека Был стонут Специальный Термометр Было проверено Непосредственно Состояние Самой жидкости На щелочь На всякие Присадки Добавки И все остальное Но сказали Что все вроде в порядке Все нормально То есть за период Обкаточной Эксплуатации Проблем с антифризом У автомобиля В принципе Никаких Не имеется Далее Специалист Перешел На тормозную жидкость Была проверена Также тормозная жидкость Специальным индикатором Была сделана проверка Замеры По Непосредственно По рискам Минимума Максимум В принципе Специалист сказал Что смысла Доливать Жидкость Термометра Совершенно нету Никакой Она находится На оптимальном уровне Далее Специалист Перешел Непосредственно Уже Проверять Основные Узлы Трубки Шланги В подкапотном Пространстве Я Также Задал вопрос Пистолисту По обслуживанию Что Проблема Есть такая Что Сейчас Зимняя Погода Ночью Мороз Особенно Такой Довольно Сильный Бывает Именно 12 Минус 15 У нас В Минске Как бороться С тем Что Любят Проникать Коты Подкапотное Пространство Что Очень много Именно Пространства Возле Двигателя Как с этим бороться Но Мне Опять же Так же Было сказано Что Написано В сети Интернет Что Надо Вешать Освежитель Воздуха Освежитель Воздуха Подкапотное Постранство Что Я и делаю И меняю Каждую Неделю По другому Сожалению С этим Никак Бороться Пока Не удается У них Рекомендаций Тоже Никаких Нет На этот Черт Далее Были проверены Все Шланги Кое Что Мне Подтянули Шланг Немножко Подрегулировали Сам Хомут Металлический Посмотрели Опять же Подняли Автомобиль Перед тем Как менять Масса Посмотрели Также Непосредственно Уровень Добыл сказать Трансмиссионной Жидкости То есть Посмотрели Жидкость АТФ В каком Состоянии Какое Что Специальным Прибором Сказали Опять же Вопросов Никаких Нету Все В порядке Вот Кроме Этого Когда Автомобиль Был еще Поднят На подъемнике Были проверены Элементы Подвески Были проверены Передние Рычаги Задние Рычаги Так как Здесь подвеска Передняя Многорычажная Было все проверено Была также Проверена Система Полного Привода Динамакс Опять же Был подключен Непосредственно Компьютер Специальный Через Каншину Посмотрено Что Ошибок Никаких Не было Вопросов Не возникало Посмотрели Также Уровень Заряда Аккумуляторной батареи В подкапотном пространстве Все нормально Находится В пределах От 12 до 14 вольт С аккумулятором Принцип проблем Никаких нету После этого Специалисты Когда уже Опять же Опустили Автомобиль Из подъемника Проверять Проверять Начали Непосредственно Уже Внешние Моменты По кузову Вот я В этот момент Я сказал Что Есть нюансы По Непосредственно Открыванию Закрыванию Дверей Именно передних То есть Не проблема А просто Так сказать Есть нюансы Есть Небольшое Поскрипывание В самих Узлах Петель То есть Как будто То ли Смазки Недостаточно То ли Что-то Какая-то Проблема Возникает Именно В этом плане Мне Специальным Таким шприцом Или щупом Таким специальным Таким длинным Залили туда масло Все Двери Разработали Вопросов Никаких В принципе Не возникло То есть Я вот сейчас В автомобиль Садился От сервиса Отъезжал Проверил сам И переднюю И правую И водительскую Дверь Никаких вопросов В этом плане Фава богу Уже Не возникает Далее Что было Еще Сделано Были Проверены Дворники Что самое удивительное Стеклоочистители Передние Задние Потому что Как бы сейчас Мне сказали Холода Что Надо их проверять Чтобы не было Разводов Мне порекомендовали Купить Силиконовую Или графитовую Специальную смазку Для дворников Для того чтобы В сильные морозы Когда идут Дожди Чтобы В принципе Дворники Не застывали Не закоренели Чтобы они Эффективно Справлялись Со своей основной Функцией Не помазали А порекомендовали Купить Опять же У себя Но я пока Не купил У меня В принципе Дома есть Я как раз Собираюсь Это и сделать Надо будет На днях Произвести Смазку Дворников Далее Что было проверено Еще по кузову Были проверены Петли задних дверей Были проверены Петли Багажной Крышки Все Сказали Вроде бы нормально Все в порядке Кроме того Я сказал Что пожалуйста Настройте Заднюю Правую Фару Так как Немножко Все таки Есть Щель Это Недостаток Производства Словацкой Сборки Была Немножко Настроена Фара Саму крышку Багажника Петлями Не настраивали Не захотелось Просто Срывать Резьбу И не лезть В багажник Не хотелось Поэтому Просто Произошла Настройка Небольшая фара Щель немного Уменьшилась Слава богу Все стало Более симпатично Гораздо Так сказать Лучше Кроме этого Также Очень было Приятно Когда Дилер Точнее Специалист По обслуживанию Дилера От Лантемпо У нас в Минске Тогда вопрос Какие у вас еще Есть Вопросы Чтобы Может Отрегулировать Изменить Улучшить Так сказать Ну я как бы сказал Что в принципе Пока это Основные Нюансы Это были с дверями Задней фарой Как бы нюансы В принципе Возникли Пока Как таковой Основных проблем Нету Хотя я Очень много Читаю в сети интернет На различных Автомобильных форумах Что Многие Довольно Автовладельцы Киоспорта Четвертого поколения Которая Производится С 2016 года В настоящий момент Жалуются Что Ну Обдув Ног Довольно Слабый Что вот Когда включен Обдув Ноги К сожалению Замерзают И подобрать Так именно Угол обдува На автомобиле Как бы Ну Не получается Довольно Сложно Вот Я вопрос Тоже как бы Дилеру акцентировал Дилер Сказал что Да мы о проблеме Как бы знаем Пока Пока опять же От производителя Каких Рекомендаций Никаких Моментов По исправлению Данного недочета Не поступало Вот Опять же Они недочетом Это не считают Они считают Что это просто Как бы Надо Просто правильно Грамотно настроить Вот Что мне ответил На вопрос Дилер Разбирайтесь Проблемы Пока сами Вот Далее Что касается В принципе Теперь Самого главного Стоимость Итак Нам Нулевое ТО По стоимости Стало В районе 120 долларов США В эквиваленте То есть Когда мы звонили По телефону Как ранее Я вам говорил Нам сказали Что сумма Приблизительно В районе 100 долларов США Или 6000 Российских Рублей Примерно На сегодняшний курс То к сожалению Сумма вышла Больше Ну быстрее всего Из-за того Что доливался Антифриз Опять же Смазывались Петли передних Дверей Возможно В расчет Взялась Опять же Работа За доливку Работа За смазку Петель Сзади Посредственно Сам материал За саму Жидкость Вот В принципе Сумма Вышла На 20 долларов США В эквиваленте Больше Чем мы Первоначально Планировали Вот Поэтому В принципе Как бы Те кто Планирует Или Еще думают Делать нулевое ТО Или не делать Как бы То есть Ориентироваться Если вы живете В Беларуси Опять же Цены у всех Разные В России Ребята Многие Я читаю Пишут Что нулевое ТО Обходится В районе 90-80 долларов США В эквиваленте Или около 5000 Там Российских Рублей Да В Беларуси Ребята Пишут Многие Что некоторые Выходят Даже под 150 долларов Или Под 9000 Российских Рублей На сегодняшний Курс То есть В зависимости От того Что доливают Что могут Поменять Что могут Скажем так За ваш счет Доделать Вашей машине У нас Слава Богу На нулевом ТО Сказали Обкатка Проходит Довольно Неплохо Никаких вопросов Не возникало Проверили Ступичные подшипники Также Проверили Элементы подвески Проверили Днище Чтобы не было Никаких Осколов Сколов Трещин В принципе Ничего обнаружено Не было Довольно Грамотно И не скажу Что долго Процедура проходила Все это проходило Где-то в течении Часа Может быть Час Час Десять Где-то вот Примерно так По времени Вся процедура Заняла Довольно Хороший подход Было два Специалиста Основной Которому я записывался И еще Непосредственно Который Помогал Основному Специалисту Который Скажу так Больше Подносил Инструменты Определенные Там Масло Тоже Вот То есть В принципе Довольно Быстро Сама процедура Нулевого ТО Проходит Как говорится Самый главный вопрос Это цена Да То есть Цена Все-таки Как говорится Тоже Надо рассчитывать В районе На 100 120 долларов Может даже Плюс-минус Там еще 5-10 Да Вот И Самый второй Главный вопрос Это Нужно ли Все-таки Делать Нулевое ТО Как я вам Сказал Вот ранее В начале Перед тем Как мы Подъезжали К дилеру Что Каждый Решает Сам для себя Данный вопрос Если Вы Считаете Что Как бы В принципе Ну Завод Изготовитель Рекомендацию Нас то Чего не дает То есть Это все Зависит От дилера И от вас Дилер Рекомендует Вы соглашаетесь Либо не соглашаетесь То есть Его можно не делать На гарантию Никак не влияет 5 лет гарантии 150 тысяч километров Они в любом случае У вас есть Ну вот Просто Хотите ли вы Продвижить Службы Своего двигателя Более 150 тысяч километров Или нет Решать каждому Опять же Ну Самому И Опять же Продляем ли бы Срок службы Не продляем Опять же Ну тут бабушка На 2 гадала Как говорится Кто как еще ездит Если Автомобиль Как говорится Режут Там каждый день Там на нем Там рассекают Там более Там 100 Там 120 километров Там Не жалеют Не прогревают Там Ездят по плохой По плохой дороге Двигатель не жалеют Там не это самое То конечно Он и гарантию Свою не отслужит Опять же Все зависит От манеры езды От водителя От эксплуатации От условий эксплуатации От многих Многих факторов Поэтому В принципе Я к автомобилю Как автовладелец Который Вот Этот автомобиль У меня уже Наверное Седьмой по счету Или восьмой Даже уже Я даже Не сбился Не считал Вот Я к автомобилю Всегда подходил с душой То есть Я считаю Что Если ты к автомобилю Относишься С душой Ты для него Стараешься То и он Тебя в трудную минуту Не подведет И вы знаете Что По жизни Я заметил Жить как бумеран Когда ты делаешь Хорошее Человеку Даже той же машине Пускай Даже Многие считают Что это Неодушевленное Предмет Что в принципе Это даже Вмешно Что Я отношусь К этому Так Я читаю В интернете Я вижу Что многие Автовладельцы Также любят Свои машины Машина Настоящая мужчина Это как его Любовница Если ты ее Любишь И хорошо К ней относишься То она к тебе Тоже Хорошо относится И платит Тем же Поэтому Все автомобили Которые были у меня До этого Были и бэушные Были и новые Я Все автомобили Старался Непосредственно Эксплуатировать В щадящем режиме За ними смотреть Обслуживать Проверять Каждую неделю Давление Непосредственно В машинах Непосредственно Раз в две недели Как минимум Давление Точнее Уровень масла В двигателе Раз в неделю И так далее Вот Поэтому Я считаю Что если вы любите Свою машину Если вы хотите Чтобы она Эксплуатировалась Долго и надежно То нулевое ТО Это для вас Если вы считаете Как бы И вообще у вас Стиль по жизни Такой что Менять автомобиль Каждые Непосредственно Два-три года То конечно Конечно Смысла В этом Нету Вот кстати Как раз сейчас Едем мы По МКАДу Минскому Очень страшная Впереди авария Даже не хочется Показывать Лобовое Столкновение Как это получилось Непонятно Видно Занесло Переднюю машину И как-то Развернуло другую И причем Морды обеих Разбиты Довольно Неприятное зрелище Ну дай бог Что все были Живы Поэтому Что касается Непосредственно Опять же Вернемся к нулевому ТО То решает Каждый сам Машину Я считаю Надо свою Любить Если она у вас Как бы Вам еще Платит тем же То обязательно Для нее надо Нулевое ТО Делать Но опять же Каждый Решает Сам А в заключении Нашего Сегодняшнего Видео Непосредственно Хотелось бы Отметить Что не нужно Обращать Внимание На уговоры Рекомендации Менеджера Который Непосредственно Вам продавал Автомобиль И который Непосредственно Настоятельно Рекомендовал Проходить Нулевое ТО Поступать нужно Так Как мы считаем Нужным Самое Главное В этом Деле Это Непосредственно Сервисная книжка А точнее Документ Который Подтверждает Необходимо ли В обязательном порядке Проходить Нулевое ТО Или не нужно Это Сервисная книжка И документация Которая идет Непосредственно К вашему Новому Автомобилю Когда вы Приобретаете его У официального Дилера Поэтому Каждый Решает сам Мы же Решили Что нулевое ТО Возможно Стоит Сделать На этом автомобиле На Киа Спорт 2004 поколения Вот В принципе Автомобиль Мы рассчитываем И весь гарантийный Период времени Покажет Как говорится Время Поэтому Каждый Решает сам Настоятельно Опять же Рекомендовать вам Никто это не может С вами был Владимир Мы Непосредственно Рассказали вам Про Свою Скажем так Версию Про Сегодняшний Наш день Про нулевое ТО У дилера Где мы сегодня Делали у себя В Минске Беларуси Более подробно Почитать обзор Тест драйв На автомобиль Киа Спорт 2004 поколения Вы можете на нашем сайте Bazlite.ru Ссылка на сайт Будет под видео И под описанием Если у вас есть вопросы Предложения Или пожелания Пожалуйста Присылайте их нам На наш ютуб канал Или оставляйте На нашем сайте Bazlite.ru Мы обязательно Их рассмотрим И ответим Еще раз большое Спасибо вам за внимание Всего вам доброго И удачи на дорогах